Добрый день, на библейский портал Экзегет поступил вопрос. Если ангелы обладают свободной волей, то могут ли те из них, которые пали, покаяться? Ну, вот задаётся вопрос, и в глазах человека ангелы выглядят какими-то такими сверхъестественными существами, которые, как и человеки, обладают правом выбора. Но вы поймите, что человек – это венец творения Божия. Нет такого ангела, который сравнился бы с самым падшим человеком, потому что человек – это венец творения Божия. И у человека от Бога дар свободной воли. К сожалению большому ангелы не обладают свободной волей. Свободной волей – это прерогатива духовного бытия человеку. природа ангельская, она такая, что мы её очень мало знаем. Дух немый, дух глухий, ещё какие-то эпитеты или свойства к падшим ангелам там в Евангелии появляются. Ну, мы эту природу очень плохо знаем. Но изначально она такая одноразовая. Человек определился в своём движении либо к Богу, либо от Него. И, к сожалению большому, что вот в петтариках описывается встреча дьявольских ангелов, бесовских сущностей со святыми, даже когда эти вот сущности попадали и на клирос, и в монастырь, и очень близко к святым находились, доводя их до изнеможения своими потугами, или вернее изображения своих потуг к покаянию, в конце концов всё равно они возвращали своё исходное чёрное состояние. Поэтому, к сожалению, большому истории человечества не знают ни одного покаящегося падшего ангела.